Оба тренировочных сбора В предыдущих товарищеских матчах было важно, чтобы все игроки получили равномерную нагрузку. Из-за этого где-то отсутствовали ключевые футболисты. Также были небольшие травмы у Готала, Милевского и Нехайчика. В следующих спаррингах будем наигрывать основной состав. Я доволен двумя сборами в Турции. Несмотря на мелкие недочеты, ребята отработали как следует и сделали все, что от них требовалось. Эта информация о тренировках и физическом состоянии спортсменов осталась у нас благодаря специальному оборудованию. Все показатели постоянно отслеживаются, и по ним тренерский штаб может делать определенные выводы. Если говорить о тактике, то мои требования ко всем игрокам известны. У них было достаточно времени, чтобы себя проявить. Мы отрабатываем схему и в 3, и в 4 защитника, хотим, чтобы команда умела играть и в первом, и во втором варианте. Схема с тремя центр-дефами дается тяжелее, потому что до этого команда не играла подобным образом. Для этой схемы необходимо больше времени, но тем не менее я хочу, чтобы команда была готова играть и в 3, и в 4 защитника. И если будет необходимо, например, после первого тайма менять игру, мы сможем это сделать. Над этим работаем постоянно. Просто еще нужно время, чтобы довести все это до автоматизма. Вратарская позиция — интересный вопрос. Тут скорее нужно спросить у тренера вратарей, Владимира Селькина. Здесь у него есть определенный карт-бланш, но, естественно, перед каждой игрой мы будем обсуждать, в каком состоянии находятся голкиперы. В целом, позиция номер один еще вакантна, и окончательного решения по этому вопросу пока нет. Молодые игроки неплохо проявили себя. Если футболист показывает хорошую игру, то получает место в составе. Это относится и к опытным. Все молодые ребята работали хорошо, правда, вначале было видно, что некоторым не хватает физических кондиций. Но потом они влились в работу и показали себя. Естественно, жалко, что получил травму Богдан Садовский. Он хорошо себя зарекомендовал. Стоит упомянуть также и Зубчука, Кириленко и Иванова. Не хотелось бы про кого-то забыть. Думаю, что все эти игроки при должном отношении к тренировкам смогут вырасти в хороших футболистов. Что касается Савицкого, то, не желая сказать ничего плохого, можно отметить, что вначале у него замечалась какая-то усталость. Ему не хватало физики и динамики. Возможно, на это повлияли и нагрузки. В последних играх он забил несколько голов. Это игрок, который пришел для того, чтобы быть одним из лидеров. Поэтому требования к нему будут выше, и он должен это понимать. Его брали для того, чтобы он усилил команду. Яни Скаргас меня удивил. Он выглядит хорошо. Это игрок, который действует динамично и агрессивно, и я им доволен. Что касается Готела, то его немного притормозила травма. Он не тренировался почти неделю. После этого нужно было отработать то, что он пропустил. Естественно, мне не хватало от него голов, но я думаю, что это игрок, который умеет забивать, и он себя еще проявит. То же самое касается и Андрея Залескова. Он конкурирует с Веретилой и Витусом за место в стартовом составе. Кто займет это место, будет зависеть от их текущей формы. Готел иногда подавал угловые. Да, это правда. Это момент, который мы будем отрабатывать в Испании. Мы не работали над стандартными положениями на предыдущих сборах, и в играх футболисты сами определяли, как они будут разыгрывать стандарты. Но уже на сборе в Испании мы будем этим плотно заниматься, потому что в Турции упор был на физподготовку, и стандартам мы уделяли меньше внимания. У игроков в этом плане была полная свобода, но, естественно, с ассистентом мы этот нюанс заметили. В каждой из предыдущих игр хватало и хороших, и плохих моментов. Хватало эпизодов, когда из-за персональных ошибок пропускали голы. Мы проанализировали все матчи, и после разбора футболисты знают, где они сыграли хорошо, а где не очень. Повторюсь, в играх хватало и положительных, и отрицательных моментов. Допускали ошибки при стандартных положениях, например, в последнем матче против Гонведа. Над этим мы будем работать в Испании, и стремиться к тому, чтобы в следующих трех спаррингах качество игры было на необходимом уровне. У нас будут хорошие соперники. Игры против Мольде, Росенборга и Хабнафьордура будут полезны, чтобы качественно подготовиться к официальным матчам. Мы будем искать оптимальный состав и тактику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...